Усадьба князей Голицыных степенно и величественно расположилась в живописном массиве у реки Веземах. Ее территорию ограждает забор, за которым кипит обычная городская жизнь. Но так было не всегда. В своем первозданном виде имение было раскинуто на многие километры и имело четкую структурную форму. Усадьба Везема была распланирована тремя проспектами. Каждый проспект был ориентирован на архитектурную доминанту усадьбы Веземы. В частности, вот этот проспект Неклютковский, он был ровно ориентирован на дворец усадьбы Везема. И Еловый проспект, он был ориентирован на конный двор. К центральному входу вел главный Неклютковский проспект. Со временем его пересекла дорога, были построены жилые дома. Но его очертания, обозначенные на картах, старинная обваловка еще четко прослеживается и ведут к усадебному дому. Сейчас это трудно поверить, но по этому проспекту много лет назад мчались кареты, запряженные лошадьми прямо к усадьбе князей Голицыных. Эти деревья – живые свидетели, то история. А неподалеку расположился другой, сейчас едва приметный исторический объект под названием Круглый пруд. Сейчас он зарос сорняками и находится в полном запустении. А ведь сам князь Голицын заложил его здесь, вдохновленный европейскими ландшафтами. При его обустройстве, конечно же, Николай Михайлович Голицын черпал вдохновение в Версале. Здесь были лавочки, и все известные гости усадьбы Веземы, они все здесь гуляли. Этот пруд располагался прямо на Еловом проспекте, который аккуратно огибал его с двух сторон и также вел к усадьбе. Здесь уже нет елей, но сохранилось старинное кирпичное мощение необычной формы. На этом проспекте сохранилось старинное мощение. Под слоем асфальта кое-где оно просматривается. Это кирпич положен на ребро и выложен елочкой. Во многих наших старинных постройках 17 века полуелочкой мы можем увидеть. Историки и краеведы продолжают изучать места родного края по крупицам собирать прошлое. К сожалению, полностью восстановить эту красоту в первозданном виде уже не удастся. Но сохранить оставшиеся элементы еще возможно. Информационные стенды на маршрутах старинных проспектов расскажут много интересного о неизвестных Веземах. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...